Продолжаем выпуск. В эти дни, ровно 28 лет назад, в Москве произошел августовский путь. В 1991 году был подписан указ об образовании государственного капитета по чрезвычайному положению. Туда вошла часть советского правительства, в то время недовольная политиками Михаила Горбачева и его реформами. Сейчас ко мне присоединяется Илья Кочетков. Он пообщался с людьми, которых эти события не обошли стороной. Илья, здравствуй. Расскажи, как тогда барнаульцы восприняли августовский путь и что теперь вспоминают? Знаешь, Ирин, большинство тех, с кем я говорил, отмечают первое время, первые пару дней, просто никто ничего не понимал. Информации было ноль, царила неизвестность. Но обо всем по порядку. Наш коллега, фотокорреспондент Андрей Каспришин говорит, даже в официальном издании Крайкома партии «Алтайской правде» поначалу не знали, что конкретно происходит. Нет. Можно назвать первая информация, которая пришла в Край. Члены ГКЧП требовали поддержать ввод чрезвычайного положения по всей стране. Но барнаул стал одним из немногих городов, заявившим, путь не пройдет. Вот что вспоминает Константин Емешин, тогда депутат Крайсовета. Я немедленно связался с председателем исполкома, со всеми депутатами. И мы уже в первый день, 19 числа, собрались. Здесь депутатский клуб у нас был. И мы признали, что это государственный переворот. На площади Советов тогда собрался массовый митинг, требующий арестовать мятежников. В то же время другие силы пытались перекрыть все возможные каналы распространения информации. Писатель, журналист Анатолий Кириллин в то время был ведущим независимой телекомпании «Сибирь». Он вспоминает, чтобы выдать в эфир обращение депутатов против ГКЧП, свою редакцию им, журналистам, пришлось буквально прорываться. В власти или кто-то командовал всем этим делом, как всегда, не хватило ни сметки, ни знания. Они поставили автоматчиков на редакционном корпусе. А депутаты вместе с нами прорвались мимо дедушки с зеленым околышем в фуражке, который оторопел, посмотрел на все эти удостоверения. Мы прорвались с этой пленкой, залезли в окно в редакцию со стороны технической службы. Записали, включили. Все это за спиной автоматчиков было. Участники вспоминают, были все признаки того, что атмосфера накаляется. Но 21-го стало известно, что путь провалился, а его лидеры арестованы. А уже 22-го числа над Краевой и городской администрациями вместо обветшавших красных флагов появились новые триколоры. Через полгода Советский Союз окончательно распался. И началась, как говорится, совсем другая история. Илья, спасибо за этот рассказ. Я напоминаю, что у нас в студии был Илья Кочетков. Мы продолжаем.